В 1996 году была опубликована всемирно известная Калгари-Кембриджская модель медицинской консультации, которая включает в себя 72 технических навыков общения. Согласно этой структуре, задача доктора при проведении медицинской консультации, будь это амбулаторное звено, либо стационарное звено, это выполнение трех параллельных задач. Во-первых, это проведение медицинской части консультации от первоначального контакта до завершения общения, а также параллельно осуществление структурирования медицинской консультации и выстраивание доверительных отношений. Какие же задачи существуют на этапе первичного контакта врача и пациента? Прежде всего, доктор должен выявить причину обращения и определить тему предшествующего разговора. Затем он должен выстраивать доверительные отношения и продолжать создавать структуру медицинской консультации. При этом очень важен такой момент, как доверительные отношения, поскольку когда пациент приходит к доктору, у него существует определенный запас доверия к доктору, потому что он выбрал именно обратиться к врачу, а не обратиться, допустим, к методам альтернативной медицины, либо вовсе не обращаться к доктору. И поэтому задача доктора первая – сохранить имеющийся запас доверия и продолжать выстраивать доверительные отношения. Какие же существуют этапы? На самом деле их три. Первая – это подготовка к медицинской консультации, к первой встрече пациента. Это установление первоначального контакта и определение причины обращения пациента, либо определение так называемой повестки медицинской консультации. На этапе подготовки самое важное – это отложить последнюю задачу и сделать так, чтобы вас ничего не отвлекало от общения с пациентом. Необходимо обеспечить уровень личного комфорта, а также по возможности подготовить все необходимые материалы. Медицинскую документацию, какие-то диагностические изображения. Обязательно закончите все дела. Предупредите медицинский персонал, что вы будете сейчас общаться с пациентом и лучше вас не отвлекать. Так, в 1995 году было опубликовано исследование, которое показало, что спешка при консультации от лечения на незавершенные дела – это основные причины медицинских ошибок при постановке диагноза, назначении диагностических алгоритмов и также плана лечения. После того, как мы подготовились к консультации, нам необходимо установить первичный контакт. И здесь существует ряд технических навыков и определенных этапов. Прежде всего, это приветствие. Нужно поприветствовать пациента любым социально приемлемым способом. Затем представить себя пациенту и назвать свое имя, а также рассказать вашу роль в медицинской судьбе пациента. Кто вы – лечащий врач, консультант, врач, который будет проводить какую-то диагностическую или лечебную процедуру. Уточнить, как можно обращаться к пациенту, поскольку это повышает доверие к доктору, который использует данный навык, а также является профилактикой каких-то неудобных ситуаций, когда имя отчество у пациента сложное, и доктор впервые с ним встречается. А также проявление уважения и интереса к пациенту, забота о его физическом комфорте. Этап приветствия включает в себя два компонента. Это вербальные, то есть то, что мы говорим и как приветствуем, и невербальные. И основными невербальными компонентами на этапе приветствия являются соблюдение зрительного контакта, рукопожатие по возможности и улыбка, которая свидетельствует о доброжелательности наших намерений и о желании помочь пациенту. В 2007 году в журнале внутренней медицины, достаточно известный медицинский журнал, было опубликовано исследование, которое поставило перед собой вопрос выяснить, а какие же предпочтения у пациентов существуют на этапе приветствия с доктором. Так вот, было выяснено, что 78% пациентов хотят, чтобы врач пожал руку пациенту при встрече. Около половины пациентов хотят, чтобы врач называл ими пациента при приветствии. И 56,4% респондентов ответили, что они хотят, чтобы врач сообщал при приветствии им ими свою фамилию, то есть представлялся. Поэтому представление себя и своей роли, представление имя доктора и какова его роль в судьбе пациента, имеет очень важную роль. Поэтому нам необходимо представиться, то есть как назовут, определить цель общения, это будет консультация или какая-то процедура, рассказать о характере мероприятия, это беседа, осмотр, лечебные процедуры, диагностическая процедура. Также желательно рассказать о его продолжительности и получении разрешения пациента на дальнейшую коммуникацию. Так, например, в 1976 году было проведено исследование, которое изучало коммуникативные навыки 50 студентов медицинских университетов. Было установлено, что 80% из них просто не представлялись и не представляли свою роль в медицинской судьбе пациента. Обращение к пациенту тоже крайне важно. И доктору необходимо знать, как правильно общаться с пациентом, поскольку это, во-первых, это очень здорово повышает доверие к доктору, поскольку доктор интересуется даже таким, казалось бы, незначительным моментом, как можно к пациенту обращаться. В 2019 году было проведено исследование, которое представляло собой обзор литературы на тему, а как же влияет забота о физическом комфорте пациента и вообще какие существуют компоненты этого физического комфорта и как они влияют на качество оказания медицинской помощи, в том числе на коммуникацию с пациентом. И было показано, что очень важны такие моменты, как качество окружающей температуры, качество окружающего шумового фона, качество воздуха и даже такие моменты, как расположение мебели в консультационном кабинете и ряд других факторов. Поэтому это тоже действительно очень важно при установлении первоначального контакта с пациентом. Такой момент, как неформальный разговор. На самом деле это очень простой навык, который позволяет достаточно быстро наладить контакт с пациентом. И вот было проведено исследование в 2003 году, которое оценивало, как краткий неформальный разговор помогает установить доверительные отношения с пациентом. И здесь было предложено обсуждение каких-то достаточно коротких вопросов или проблем, например, как пациент добрался до клиники или как погода, если можно обсудить кратко какое-то значимое событие. Это позволяет достаточно быстро создать доверительные отношения и уже перейти к медицинской части медицинской консультации. Очень важно при первоначальном контакте с пациентом невербальные навыки общения. И поэтому доктору необходимо, во-первых, присесть при разговоре с пациентом, а также соблюдать так называемую открытую позу. Открытая поза заключается в том, что доктор сидит ослабленно, так называемой нейтральной позицией тела. Его тело должно быть направлено на пациента, и при этом желательно, чтобы не было никаких барьеров. Было проведено также исследование, которое действительно оценивало, как открытая и закрытая поза влияет на вообще выстраивание доверительных отношений и в целом на коммуникацию с пациентом. Вот на данном слайде вы можете видеть картинку справа, где доктор вроде бы смотрит на пациента, но в то же время его тело несколько отвернуто от пациента. И поэтому данная позиция менее благоприятна при установлении первоначального контакта тем позиция доктора, который смотрит непосредственно на пациента, и его тело также направлено к пациенту. Это показывает открытость доктора и к тому, что он готов помочь и готов выслушать пациента с его проблемой. Зрительный контакт. Действительно очень важный навык невербального общения, поскольку он демонстрирует пациенту вовлеченность доктора. Если доктор смотрит на пациента, то ему интересен пациент. Если он смотрит в экран монитора, как вот на слайде справа, то ему, доктору, скорее всего, интересен экран монитора и там медицинская документация, которая там представлена. Такой вопрос. Сидеть или не сидеть? Заключается в том, что очень часто, особенно в стационарах, существуют обходы, врачебные обходы пациентов, и очень часто доктора в силу экономии времени любят разговаривать с пациентом таким образом, как представлено на слайде слева. То есть доктор стоит возле постели пациента и смотрит на него сверху вниз. Либо второй вариант, когда доктор берет стул, присаживается рядом, начинает общение. И даже этот вопрос был научно исследован, и было проведено рандомизированное исследование, которое включало 120 пациентов. И вот было выяснено, что если мы используем положение доктора относительно пациента, когда он присел рядом, то в этом случае пациенты думают, что доктор проводит с ним гораздо больше времени и значительно большей доверии к такому доктору возникает у пациента. Хотя на деле в данном исследовании время, проведенное с пациентом, было совершенно одинаковое. Улыбка – это тоже достаточно относительно простой, в том числе очень сильный компонент невербального общения, однако его нужно использовать по ситуации. Также исследователями было выяснено, какое оптимальное расстояние существует при установлении первоначального контакта. И было выяснено, что так называемая зона доверия составляет 1,3 метра. Все, что близо, считается зона, скажем так, личной дистанции, вторгаться в которую не следует. Все, что дальше, это зона социальной дистанции, и мы в период пандемии COVID-19 как раз и придерживаемся этой социальной дистанции. Барьеры. Это тоже очень важно, поскольку барьер, который существует между доктором и пациентом, например, в виде стола при амбулаторном приеме, может говорить о том, что доктор, который находится на противоположной стороне стола, имеет какое-то большее значение по отношению к пациенту, поскольку у него еще есть некоторый атрибут авторитета, это белый халат, вот как у доктора слева очки, то есть он выглядит достаточно солидно. И пациент находится в таком подчиненном положении. Основные элементы становления первоначального контакта позволяют нам перейти к следующему этапу медицинской консультации, это определение причины обращения. Ведь здесь существует ряд навыков, которые можно представить в виде циклического процесса, когда доктор задает открытый вопрос, активно выслушивает, обобщает весь список вопросов и проблем пациента и задает такой вопрос, который называется скрининг. Может быть, что-то еще вас беспокоит? И после этого уже формирует окончательную повестку медицинской консультации либо какой-то процедуры. И, что важно, данный цикл можно повторять несколько раз до того момента, пока полностью не выяснены причины обращения пациента либо не сформирована повестка медицинской консультации. Спасибо большое за внимание, буду рад ответить на любые вопросы. Продолжение следует...